Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В качестве небольшого расширения к основной игре К сожалению, во многих менее значимых, но не менее интересных операциях поучаствовать будет нельзя Их, возможно, будут добавлять в DLC Тем более, что возможных вариантов, ну, очень много Стоит отметить, что Sudden Strike 4 исторически достоверна Она максимально дотошно восстанавливает детали сражений Второй мировой Конечно, это не научная работа, но в жанре эта игра одна из самых точных При этом посвящена она исключительно сражениям Иногда, правда, очень сильно не хватает брифингов и справок о происходящем Хоть миссий и немного, но каждая из них весьма насыщена В каждой есть несколько последовательных тактических заданий Что превращается в определенного рода логическую загадку У вас есть ограниченное количество техники и пехоты С помощью которых нужно будет вскрыть оборону противника Сделать это можно несколькими способами Не все из которых будут эффективными Городские карты построены по принципу лабиринта С несколькими возможными путями к цели Некоторые охраняются лучше других Поэтому нужно периодически проводить разведку Полевые локации чуть свободнее Но на них тоже есть чуть менее опасные проходы По которым стоит вести армию, чтобы ударить в тыл врага Очень редко к вам будет приходить подмога Но это происходит по сюжету в неопределенный момент времени Поэтому нужно очень сильно беречь свои войска Потеря одной артиллерийской установки может быть фатальной Но понять вы это сможете лишь через час игры У Sudden Strike 4 довольно высокие требования к тактическому мастерству И даже на низком уровне сложности пройти некоторые задания будет непросто Тем более, что игра любит выбрасывать на вас отряды противников Из самых неожиданных мест Иногда это раздражает, поскольку ты уже думаешь, что победил После чего на тебя выкатывается несколько тяжелых танков А у тебя три дымящиеся рухлити, которые с трудом передвигаются В такие моменты понимаешь, что сделал десяток ошибок еще на самом начале миссии Кроме мастерства в маневрах, нужен еще и правильный менеджмент отрядов У техники есть запас снарядов и топлива Который нужно постоянно пополнять с помощью фургонов снабжения И если их вдруг уничтожат, половина вашей танковой колонны Вполне может заглохнуть еще на подъезде к цели Кроме того, техника очень часто ломается На этот случай в хвосте вашей армии всегда должны быть ремонтные автомобили Увы, пехота в Sudden Strike выступает пушечным мясом Эффективно сражаться против техники могут только минометчики Но умирают они от одного чиха Поэтому основная их функция удерживать здание и бороться с пехотой противника Также пехоту можно использовать для захвата орудий и техники врага Брошенные танки вполне можно подобрать, отремонтировать и снова пустить в бой А учитывая ваши ограниченные ресурсы Не использовать любые преимущества было бы просто глупо К сожалению, у игры есть один очень серьезный минус Искусственный интеллект Он не тупой, но часто ведет себя очень странно Компьютерный соперник не проявляет инициативу И вряд ли будет вас давить, если это не предусмотрено сюжетом В таких ситуациях вашим лучшим другом станет старый добрый авиаудар Враг будет стоять прямо под обстрелом И очень редко будет уводить свою армию в безопасное место Если у вас есть много времени То вероятную точку, где окопался противник Можно просто поутюжить артиллерией И только потом вести танки Есть проблемы и с навигацией по локациям Танки могут просто упереться в стену Либо выбрать какой-нибудь неудачный маршрут Заехав прямо на минное поле Или наткнуться на засаду, где вас будет поджидать многоуровневая защита С противотанковыми орудиями, гаубицами и тоннами брони В этом и заключается вся суть Sudden Strike 4 На этом все Удачи и до встречи на Playground.ru Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok